более философского высказывания это как мы видим в будущем расскажем о идеях которые мы формируем для дальнейшего развития расскажем о идеях которые уже перешли в старую разработку то есть немножко о прошлом поговорим в момент мы анонсировали на каких этапах развития и поговорим общая философика развития в будущем хочу что отметить то что вот те идеи которые вы увидите они как бы пока идеи заложено то есть может быть даже случится так что в конечном итоге это идеи не будут реализованы но выпадет нашего понимания приложения почему мы стремимся как это может развиваться и скорее всего эти идеи они как бы возьмутся в работу еще хочу отметить многие там сейчас иногда пишут директор по маркетингу и наша ответственность больше приложение битерс на кастом приложении на пользовательском поэтому все что касается партнер и еще каких-то моментов мы будем и я расскажу именно о том как привлекаем пользователей как их удерживаем как помогаем бизнесу развиться внутри нашей системы давайте начинать что вообще такое идея и как мы формируем показывает то есть когда к нам приходит и темы и разделяем на несколько типов и она должна ответить некоторым вопросом то есть будет ли это интересно пользователям поможет ли этот продаж или партнером приведет и какое-то новое изменение в конверсию допустим много скачал и думает а вот я хочу что-то для себя выделить я хочу там прийти в какое-то заведение по какой услугой воспользоваться то есть совершает оплату бизнесу плюс еще очень важный момент это возвращаем из приложения потому что если человек скачал положением воспользоваться один раз ну это не совсем правильно надо чтобы человек систематически заходил искал что-то новое чтобы это все нравилось как вот вам нравится какой-то любимый ресторан и мы всегда туда приходите когда вас праздник вы приходите также должно быть приложить многие допустим вайлдерестом каждый день находят что ты ищу и даже если они не совершили покупку они за следующий день что-то найдут также время приведенных приложений это означает насколько пользователи активен внутри этого приложения допустим он зашел что-то найти одно но увидел информацию про другое его это заинтересовал он посидел изучал зашел там почитал что новое узнал о каком-то событии то есть как долго он находится в активном состоянии в этом приложении то есть вот он ускорил и пользуется и сложность разработки вот это самый сложный такой пункт потому что какие бы идеи нам не проходили они все-таки упираются в сложность разработки если мы сейчас вот просто примеры приведем что мы хотим как поэкорринг допустим встать вот и сделать чтобы у нас доставку по части то есть нужно понимать что это не только сложность разработки технических стран еще и сложность открыть какие-то офисы открыть склад то есть это ну колоссальная работа и скорее всего такая идея живется потому что немножко не тот бизнес и разработка в общем затем на многие на многие там вот поэтому сразу об идеях мы уже узнали как идея формируется и давайте уже начинать то есть я сейчас пробегусь по тем идеям которые у нас были как-то мы анонсировали скажу на таких этапах они разлить первый лет автомотивация то есть как мы показывали это когда бизнес может выставлять цепочки логически грубо говоря лента платил и маникюр и 4 через 14 дней поставляю что кому отправить куш сообщением там 1 обе маникюр мастер вас ждет либо же допустим примере ресторана клиент совершила оплату если не приходил в течение 20 дней мы ставим условия проверить количество баллов если это пола количество мало начислить мо 200 баллов с отправкой пуш или же допустим магазин одежды когда приходит человек и мы хотим средний чек поднять мы выставляем условия этой суммы операции было допустим от 1000 до 1500 совершили оплату на 1700 и получится как на 250 рублей и так далее он повышает средний чек но это я почему быстро пробегать потому что я в других материалов рассказывал и вот эта идея уже на стадии реализации то есть мы тестируем разные моменты для каждого бизнеса записываем и она точно войдет в релиз и на итогах года получается мы они еще раз как вот следующее у нас была идея юдс маркетинг то есть что это такое это составление рубрикатора для пользователей где репотребляемый бизнес например пары и рестораны красиво и легко мы заходим в эти подборочки видим красивые заведения которые соответствуют критерию и такая вот механика когда мы заполнили городах дала очень супер такой колоссальный результат использовать начинает активироваться они сразу понимать что предложение приложение предлагает то есть они сразу понимают какие типы бизнесов рекопрепляемых здесь есть и соответственно идут уже какие-то услуги там заказ вот рубрикатор уже у нас готов то есть мы только ждем обновления наезд на android и прижайшие там вот месяц он уже запустится и во всех городах будут такие подборки с компанией то есть на стадии продакшена то есть мы до этого рассказывали как это классно мы тестировали и чтобы эту работу взяли час как я отчитываю что это уже работа проделана и мы уже сейчас дополнить с компанией представляемом теги чтобы ближайшее время у вас русских городах я пошел скупальца это все появилось второй момент это еженедельные предложения тоже такие предложения мы тестировали в казани когда мы собирали подборку из каких-то более выгодных для пользователя акций то есть на первую покупку допустим получи 200 там 300 баллов вот и чтобы понимать как это работало у нас допустим казани было 20 компаний мы пять компаний размещали одну неделю через неделю мы меняли на другие компании каждую неделю мы отправляли новый уж посмотрите какие это тоже сейчас уже в работе но выпустится где-то через полтора месяца то есть мы сейчас уже активно связываемся с компаниями чтобы они в этом рубрика ну в предложениях участвовали чтобы они понимали как это будет выглядеть и как сумму повышенных баллов они готовы доставить мы все записываем же автоматизация готова мы ставим и в скором времени тоже в это все то есть это тоже уже инструмент утвержденный и почти готов вот теперь и интересные идеи то есть идея лента события откуда она пришла часто когда мы подписан на много заведений вот мы как разработчики подписаны мы видим пенсии интересные новости примере звездный ужин с какого-то числа там проникнуть и к нам приедет известный человек известный будет проводить мастер-класс то есть это будет готовка 4 великолепных блюд на споруде не напитков стоит допустим 2000 рублей это по сути дела события которые происходят в городе и о которых узнают только те кто вступил в эту компанию либо как-то зашел в эту компанию и слух для лента но для большинства большинства пользователей это событие как бы недоступно его могут пропустить и мы хотим дальнейшем разработать функционал это вот сразу тоже опять это идея идея это значит что это пока на статье тестирование и может быть это даже продакт не пойдет я расскажу в другом заведении может быть какой-то там повышенный кэшбэк от неделю x2 это тоже как бы событие которым мы можем рассказать о пользователями для этого будет генерирована отдельная лента события может она как-то будет еще и по-другому называться где будут размещаться такие новости как эти полости к нам попадают мы заходим в админ парменку создает новость и ставим галочку что это какое-то событие которое компания хочет предоставить события это новость отправлять всем кучу всей базе людей кто в этом заведении есть но также мы еще падает к нам на пост модерацию то есть модератор видит что компания отправила заявку на размещение события в этом городе если это события актуальна и там не просто я не так бизнес-лайн что 100 минут 9 рублей действительно какой-то такой тематическое событие мы дар его пропускает то есть ставить галочку публиковать она появляется соответственно на дошпорт приложения то есть это очень интересная механика на дне города может какие-то события создавать может быть я не знаю там елки какие-нибудь новогодние детишек устраивает то есть это событие и мы хотим об этом сказать пользователя очень хорошо на это реагирует потому что интересно что-то новое это не базовая механика я пришел купил а пришел посмотрел что-то новое учил что-то новое узнал для себя и очень хорошо не реагирует мы решили вот такую ленту быть и сделать так следующее по плану у нас идет так вот будет или уже есть все что на экране со словом идея идея это идея на дальнейшее развитие то есть мы для себя записали начинаем это тестировать и если это наша идея срабатывает мы шлистом она точно сработает или нет будки много компаний размещать от соберется ли клиенты дальнейшем пока говорим о философии вообще дальнейшего развития то есть мы пока это все тестируем может быть появится приложение там в течение там полгода может быть это вообще ну вот как нас идея сработала подумаем что на класс зайдет она на самом деле зайдет вот поэтому это все в рамках теста сделано если тест проходит успешно мы ее берем в работу по этим все что касается идея это как бы философия это не то что вы увидите завтра или послезавтра вот поэтому мы как бы и тему вебинара на два лета видеть будущего следующая следующий момент это вот примеры допустим помимо того что есть события очень часто компаниях происходит какие-то акции и их то же самое видят только люди которые вступили в эти компании акции бывает очень интересная допустим тот же самый кэшбэк двойной пиццу предоставлен подарок минус 50 процентов там на стейки и шашлыки и мы подумали почему бы людям которые не состоят или не покупали в таких же компаниях почему бы им не вывести еще какие-то акционные предложения по сути дела акционные предложения они могут заменять ленту событий когда нет событий мы показываем лет то же самое ставят галочку что у меня акционы предложения она падает на модерацию мы смотрим что да действительно акционные предложения интересные давайте разместить его на дашборде для той категории пилиц которая заинтересована этой покупки то есть мы видим когда подписываются на рестораны или какие-то другие моменты мы им эту ленту показываем вот выглядит она будет тоже точно так же как вот события . это будет квадратика и дальше одевали немножко погорел я покажу как мы можем это сделать если у нас очень много будет событий и каких-то предложений ну всем наверно понятно эта механика и люди заходит продолжение чтоб что-то нового узнать а тут еще говорят вот смотри на этой неделе супер выгодные предложения таких компаний которые проводят какие-то акции следующая часть идея к днем рождения ну на самом деле это поступило идея не от нас это больше по обратной связи который нам представляет данный момент механика поздравлением для рождения включает себя написание текста которым отправляем по пушке и какое-то количество баллов которые мы можем назначить начислить пользователя вот но почему это этим ограничивать только пола ножа огромный огромный сервис поставляет и чертификат отправлять еще какие-то подарки поэтому мы думаем сейчас о дальнейшем улучшение этого момента потому что это очень важно и хотим только дать возможность отправлять баллы а еще допустим вместо баллов поправить какой-то сертификат либо же установить условия что все у кого день рождения будут получать повышенный процент кэшбэра либо там только сообщение отправить если эта компания не хочет баллы дарить но она хочет не знаю какой-то предложить привести день рождения большой компании организовать какое-то мероприятие может он отправить какое-то предложение или новость почему это сделано потому что мы в сообщении в пушки не можем большой текст отправить но если мы допустим делаем новость какой-нибудь приходить в день рождения у тебя будут вот сеты к тебе на день рождения допустим какой-то супер бургер как вот делает black star бургер когда там типа подносит сейчас включат в эти штуки это вообще классно ну такая эмоциональная нагрузка идет положительная вот им поможем это все в новости расписать что он получит и отправить эту новость еще перед днем рождением чтобы не каждый раз создавать чтобы она дублировалась смотри что ты получишь свой день рождения если вам придешь вот это как идея по дням рождения но это идея скорее всего она рассматривается не так идея план к дальнейшему действию потому что идея на на уровне тестов а это мы уже как бы прорабатываем смотрим и она большей вероятности вот допустим от сертификата и процент кэшбэк она больше вероятности в скором времени появится вот потому что эта механика на основе компонентов который у нас есть и на основе того функционала давайте пойдем дальше идея визуализация вот этом как моменте очень классно кроется тема вообще моего диплома я учился и визуализация она очень большую роль играет потому что как мы видим то что нам планируют и если это полу плохая мы это не хотим если реклама хорошая она нам нравилась мы проецируем на себя грубо говоря когда идет реклама классно красотом допустим найк или где-то я их увидел я уже представляю как они на мне смотрятся и это как раз и является мотиватором покупки второй допустим пример мотиватора покупки через дизлеза могу рассказать вот это инстаграм когда мы заходим на страничку где предоставляют дома в аренду или просто вот они нафоткали где-то там сверху это дом ничего больше не расписали ну ты такой думаешь дом когда на почту другую страницу и там уже профессиональные фотографии то есть от того с разной комнаты преимущество как преимущество бассейна муж сауны споришь как эти люди в больших чатах там купаются это эмоциональное такое принять решение через визуализацию и как нам с этим быть вот раз поговорим это тоже момент который мы уже обсуждали который я уже показывал первый контакт с компанией мы делаем какие-то предложения ли какие-то акции в данный момент нажимаем у нас просто открывать страничка ну присоединение она ни о чем не говорили чтобы узнать больше компаний нужно в нее попали это так что страничка компания ответить на все эти вопросы вот мы изменили эту тематику предоставили новые варианты некоторым компаниям где они могли заполнять такую историю своей компании как это делает instagram то есть когда мы нажимали у нас открывается красиво картинка я все это описано то есть почему здесь не указано было идея потому что это тоже уже взят обработаю нет тестируем мы это если вот на примере допустим ферму показать это то что вы рассказали что 10 лет бесплатно что их можно кормить это классно пошло и конверсия увеличилась другой пример который могу показать это может как допустим пиццерии работать то что у них есть какие акционы в данном предложении плюс про зал рассказать то что комната есть все что угодно можно добавить она не ограничена с тремя слайдами поможем до 8 делать то есть вы через визуал рассказываете преимущество вашего вот это уже как бы сделал это мой вам отсчет что когда я до этого показывал что мы вот планируем это и тестируем что это все от тестировано и уже работал на этом дальше останавливаться на этом не буду объяснять как будет это все загружаться потому что в данный момент мы сами делаем конечно компании смогут обратиться допустим за помощью картинка и лишь допустим загрузить картинки сами потому что они учатся это механика вообще где работать она уже как бы сделано и скоро следующая идея это информирование по сертификат 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 это прямо вообще колоссальный такой инструмент на самом деле принимать в роли подарка но есть обычный как в минус это не с нашей стороны минус это больше наверное с понимания бизнеса страны с пониманием персонала то что никто не хочет вообще людям рассказывать что они хоть и сертификат получили за какую-то покупку в этом заведении но очень часто такое бывает потому что они исправляют и тебе приходит от моего сердца через пушку я смахнул не перешел по это то есть я даже не милом он пришел а у меня есть мы хотим сделать расширить это визуально то есть как заготовленными как такими картинками для типов бизнеса и если он по пушке не перешел а в следующий раз при заходе приложению но такой папчик спорта что смотри смотри подарок тебе сделали за то что ты там что-то купил либо тебе на день рождения вот тел вот тебе сертификат был начислен то есть это визуально сразу ему покажет что у него есть какой-то выгодное приложение по сертификат они как бы существует ой здорово а я его и не увидеть потому что по статистике если мы возьмем вот статистику 100 человек из них 30 человек увидела сертификат и примерно из этих 30 процентов 9 человек пришло воспользоваться но получается если бы увидел эти 30 человек а 100 человек уже 30 бы воспользовалась то есть ну как бы колоссально влияет на информировать точнее классно влияет информирование пользователей о том что мы сертификат начислен вот мы решали вопрос долго все бизнесы в казани которые этим занимают уже как бы проинформированные они сами говорят своим сотрудникам чтобы они сказали вот у нас есть такой сертификат при покупке на такую сумму вы его получите у нас сегодня акция и там это все работает но физически обзвонить все компании как бы не в отличие от казани мы не можем рассказать что тебя делаете потому что это все-таки неправильно мы даем инструмент чтобы компания пользоваться мы не можем настаивать на это то есть но мы всегда ищем решение хорошо если компания не хочет и может это сделать у нас сотрудники не будут этого делать давайте сделаем что-то поможем своих вот это как идея помочь таким компаниям своей страны в информировании дальше давайте идея материала по нашим исследованиям типа и сами что это такое мы на самом деле проводим прям очень большие исследования так как у нас компании под боков и разных функционал которые у нас есть приложение мы можем использовать его по-разному вот нам очень часто приходят разные идеи гениальные которые тестируем и в лучшем случае я могу рассказать это вам вот по вебинару но на самом деле партнеров и владельцев бизнеса и гораздо больше вот если даже посмотреть там 127 человек у нас присутствует а бизнесов там ну очень-очень много там 6-7 тысяч человек партнеры они не всегда знают как правильно это использовать ну не получать вовремя информацию вот и мы хотим сделать кейсариум то есть это будут статьи как может использовать тот или функционал я покажу картинки которые мы тестировали на примере допустим меню компании где мы заполняем товары если вы заметили что там появилась кнопочка такая qr-код меню то что это такое это qr-код который идет на само меню как это может использоваться мы вот сейчас тоже тестируем это вот я картинку покажу просто которая собрал в интернете вот первых картинка который мы сделали мы сейчас меню вас печатали в цифровом виде чтобы и это маленький китаем аутентики которые стоят на столах нашим меню очень часто бывает что в ресторане не успевает принести тебе дню ли ты приходишь на меню бывает из картины как приложение москортина пастилет пользователь просто наводит телефон на qr-код и у него открывается не страница компании а сразу открывается меню картинку вот сразу меню ты можешь посмотреть что-то выбрать и мы решили продублировать эту механику членов пакетик где есть так ну тут написано оценить у вас это я просто скачал с интернет как пакетик может на самом деле там написано сделай заказ в один клип то что наводит на qr-код и у него опять же открывается сразу это видишь где ты можешь сразу заказать то есть имени нужно искать приложение эту компанию куда-то там заходить какой-то бригад раскатить в своей карточке на может там далеко быть а это тебе принесли и пакет с едой но стоит и покушал на следующий день такой думаешь опять хочу повторить ну вот смотришь на пакет и говоришь опять же эту и прямо закажу сразу наводишь на пакетик пара код и заказывать вот такие идеи мы хотим писать и сайт . мы увеличиваем стандартными средствами и ds процент прибыли в заведении и как это можно допустим насколько это все влияет потому что даже если это будет 5 на 3 процента таких у нас будет механик 10 слабо пусть это может 30 процентов природа подать ну такими элементарными об этом мы будем расписывать все показывать вы можете там шаблочки где-нибудь скачать мы прям на чем где можно вот эти подставочки взять дайбл тентики акриловые то есть прям дешево заказываешь по 3 штук у нас вот это там 30 рублей и все макет они будут приложены вы сможете распечатать такие же красивые для своего заведения ну как-то по-другому будете это использовать может вы новость какую-то создадите который будет показывать имущество там башка бизнеса это же также спечатайте на своих столиках вот посмотрите наше преимущество этот корк от будет ввести на нос чем беден и это в кисариуме тоже может выложить когда тестируем на результаты давайте дальше вот это самая идея это модульность и переиспользование компонентов это вообще то что о чем я горю на самом деле потому что это позволит создавать очень крутые вещи и сейчас вы об этом как раз посмотрите почему эти вещи можно создавать что такое модульность модульность это когда мы создаем блок новости и мы можем продублировать блок новости для чего это сделано вот как раз картинка пока вот этот модуль модульность это когда один и тот же функционал то есть элемент в данном случае меню вот как мы видим слева это меню на стандартные без фотографий может выглядеть по-разному для пользователя то есть я как владелец бизнеса ставлю галочку что я хочу меню чтобы у меня вот в таких квадратиков делась и хочу чтобы супер квадратик потому это сделано потому что типы бизнесов очень разные вот в первом случае допустим бизнес-ланч какой-то продает во втором случае вот у бизнес-статин написано самом деле такое подменю как списком табличным как на втором слайде может подойти для я не знаю для завода который кирпичами торгует то есть они им картинку нужны они пишут и пользуются легче от забраться какие доски продают какой длины какой ширины какой плотности ну грубо говоря вот второе вот третий вариант меню он у нас в версии если мы не зарегистрируем приложение он подойдет как раз для электронного меню бакуэр-канал либо же где за какого-то ну по еде четвертый меню подойдет ну не совсем для бизнес-ланчика это больше наверное как у вас мало услуг в компании либо мало товар который вы хотите сказать вы хотите рассказать максимально визуально больше о них грубо говоря это для сегментов аренды домов хорошо подойдет вот у нас есть коттеджный поселок из четыре домика у каждого свои преимущества в этом доме и мы вот в эти квадрат как красиво прямо вводим а как готовить информацию визуально притягивал себя то есть вот это все сделано на одном компоненте что такое переиспользование это когда я могу создать точно такой же компонент допустим но назвать его по-другому скажем так я создаю одно меню с прайсом наши блюда вот сторон не нужно еще указать на поле домики и домики как не сейчас это сделать я все и заполняю все просьбой делаю это сделал дома делаю раздел ресторан который там этим домом подряд вот что не было мы хотим переиспользовать сделать как раз вам покажет посмотреть это два компонента есть услуги есть товары товары это прайс где указана цена услуги это точно такой же компонент прайса продублированы я поставил галочка создать второй компактен но убрать из него просто цену чтоб не показывать то есть это на примере допустим можно какого сервиса сделать или продать там автомобилей где один компонент товара в виде услуг представлен вот ремен стекла я внутрь провалился там нет цена не нужна потому что у меня будет указано от допустим ремонт стекла от 600 рублей и понять что его купить нельзя лучше я могу купить я могу на компонент товаров навесить то что его можно покупать а компонент товаров которые переименовал услуги и оттуда брал цены и убрал возможность покупки это больше как информационный инструмент и таких переиспользование как этим сделать много и собрать кастом для себя страницу допустим в этом примере еще третий создать допустим элемент товаров и назвать его вакансии и туда разместить фотографии тех людей которые мне нужны но это бизнеса и написать что вот допустим мне нужен там мастер ремонт и стекла зарплаты от стольких процентов то есть это больше как информировать все понимают про что я говорю потому что для себя это понимаю как технический специалист как дизатор может кто-то у кого-то будут какие-то вопросы ну наверное вопрос не будет я постараюсь объяснить более просто так скажем и вот я хочу показать как раз пример как это можно дальнейшем будет использовать допустим те же самые дома примеры то есть это два варианта прайса которые по-разному отображаются почему они по-разному отображается вы наверное видите потому что домиков у нас всего четыре больше их нету и ну собственным удобно собственно как раз будет получать стандартные моменты но если он скажет мне нужен какой-то компонент скажем ему так конечно вот вы можете его продублировать и получить сейчас очень много вопросов приходит а сделать его сделал вакансии сделайте раздел сотрудники потому что там для каких-то сфер бизнеса тип салон красоты очень важно а тут вы сможете сами создавать и не нужно будет ничего раз оба тут поставили галочку продублировали переименовали это в наши сотрудники и все вот это как на примере вот теперь вернемся к этим топам это пример флупрайс только в разном отображении то есть я ставлю один допустим отображать в горизонтальном виде один стандартный который у меня есть и она уже визуально совсем по-другому смотрится вот опять игорь и какого-то это пока идеи то есть это идеи могут она сейчас рассматривается вот все что у нас сегодня есть это будущее видеть как и к чему мы идем какие дела какие идеи нашем отделе есть а это даже разработку никуда не ушло мы вам показываем собираем обратную связь потом будем делать микро тесты то есть напишем функционал для версии чтобы это протестировать и только потом когда мы скажем что мы протестировали и эта идея уже перешла в стадию разработки мы можем сказать когда она выпущена пока это нас как бы более такое между вами этот этот философской общей так еще есть несколько примеров как может допустим на стандартных компонентов но такие же выглядеть в веб-версии да в том числе не считать что это не но это больше такие микро задачки сегодня о них не будем рассказывать но они как уже тоже есть если хотите вам соберут какой-то бинар с микро задачками такими вот как написали сделать еще в том числе не сертификатов через один день 3 дня 7 дней это микро задачка не как давайте посмотрим на то как может выглядеть на стандартных компонентов с разным отображением допустим страница в версии в дальнейшем они выражены положение пока положение не рассматриваем хотим протестировать на веб-версии потому что почему веб-версия многих от свой красивый сайт вот у у меня была студия по веб-дизайну и 12 лет назад мы разрабатывали сайты и что самое интересное разрабатывать сайт качественно но в дальнейшем этот бизнес стал таким конкурентом слишком конкурентным маку души но 1277 сайт разработали красиво и до сих пор люди он очень 12 лет каждый месяц платят за сайт на службе за технической там 7 8 тысяч рублей и никто не отваливается вот эти компании 7 компаний до сих пор нам платят когда мы спрашиваем почему вы там редизайз сделать и мне обратить уже все устаревшего наш систему . нас все устраивает потому что мы уже записали и он нам визуально нравится сформировали вот может быть мотиватором дальнейшее продление допустим подписок у компаний будет то что мы сделали красивый веб-сайт красивое приложение и они видят его как именно свое приложение потому что она уникальна он отпустил модули как захотел большие картинки не как шашка он хочет чтобы модуль галереи которые есть в карте компакт вот что потом таком большом квадратики показывалась модуль услуг вот так у него показался а еще я вот в рефералку хочу 0 выставить но хочу сертификата выписывать для твоих друзей там грубо говоря тысяч 500 рублей то есть цеплять его именно за его собственность когда он что-то сделал сам там вот все ему понравилось все и он от этого становится довольны и на самом деле он 30 долларов платить за поддержку таких сервисов это ну очень маленький день это копейки я даже вот не стал сам со своей студии разрабатывать эти бы нашими 30 долларов могут платить а здесь это все какого функционал пожалуйста вот у вас все есть вы можете этим пользоваться вот но нужно протестировать и дык пить вот здесь как мы можем наблюдать в середине есть интересный слайд вот который кампская устья допустим музыки там написано наши услуги и там как раз если рыбалка и в эйкбординг и вот этот компонент на самом деле наш слуг он уже не на прайсе сделал а на дублирование компонента новостей то есть у них есть новости которые они отправляют допустим он также продублировал я хочу из новостей еще сделать второй раздел наши услуги потому что но новости позволяют текст добавить и самое главное пушку отправить и когда допустим у кампском устье появится новую услугу грубо говоря сделают катание на серфингах да и они могут через этот элемент потому что он использует механику новостей отправить шею пушку всем пользовательным чтобы смотреть у нас там будет еще есть такая но в отличие от новостей она будет закреплена как услуга а если мы отправим это как новость то следующие новости и уже перебьют то есть может быть там какая-то другая новость выйти когда у нас открытие просто об этих услугах не узнает это тематические да это наверное тоже понятно и теперь что же пришел может такого быть это дашборд то есть как я вот это уговорил это идея кастомного дашборда да я рассказывал то что у нас там какие-то планируются акции размещать или события или новая компания это вот элемент даже вот чтобы понятно лучше следующий слайд переключу понимали больше понятно то есть вот черненьким я разделил черный на черное дело черное это визуал моих компаний то есть это все что касается меня все что касается компании мои все что касается моих сертификатов моих бонус моей экономии а внизу уже идет это типа популярные категории обратите внимание те же самые акции и события какое-то может быть либо же объединенные грубо говоря блоки информативные то вот и просто их накидал не знаете что выбрать вот вам раздел там новые заведения заведения с высоким рейтингом пользуются спросом в этом месяце это тоже как и дальнейшего развития то что мы можем на такой же компонентной системе который мы предлагаем дальнейшем может предлагать бизнесу еще и строить дашборд и в чем эта уникальность это в том что мы можем использовать компоненты собирать разный дашборд для разных целевых аудиторий если это будет девочка ей может здесь показываться какие-то акционные предложения либо соединенные предложения то что касается женской тематики если это мужчина это мужской тематики но но я вот как разработчики всегда знаю что перебарщивать как с этим нельзя ну что дашборд он должен соответствовать и не должен как главную площадку который пестрит он который заходить не захочет вот такой момент тоже есть это минус таких больших дашбордов во всех приложениях когда допустим было изначально сделано приложение команды которая приведет этим приложением потом этот бизнес выкупает какой-нибудь крутой бренд или какой-то ну типа там сбербанк или еще кого-то и превращает приложение просто в рекламный какой-то инструмент многие вас каждому вы же тоже показываете это тоже рекламный какой-то инструмент который может отпугнуть на режим пользователя превратить приложение потому что постоянно акции которые никому не нужны и вот здесь она главный вопрос как к этому моменту подходить вообще будет ли каша или же его назвал или перезагрузка приложений всевозможными модулям такое может быть может быть что перезагрузка но в отличие от других сервис которые делают мере ну чтобы продвинуть рекламу мы будем размещать только в рамках систематизации систематизация этой идеи перспективации предложений то что такое когда мы заходим в приложение нам у нас спрашивают а кто тебе вообще интересно чтобы ты хотел вот ты хочешь просто там категории какие-то посмотреть тебе интересен просто бизнес я гордан интересно гидает хорошо хотели бы вы получать информацию о скидках там допустим а сертификат каких-то дополнить это просто как пример чтобы вы понимаете чему я веду вот либо же каких-то событий узнавать если он ставит что я не хочу о событиях узнавать то есть ему вообще интересно ему интерес только больше скидок мы будем под него подбирать который аукционно направлен либо же если он выбирает а мы и скидки событий мы откроем сеть раздела также очень важный вопрос он как бы у меня всегда это полежала это как бы дети здесь главное дети в жизни поэтому интересная механика которую можем использовать когда мы спрашиваем есть у вас дети заверенных предупредить что извините и какая-то информация не собирается только для того чтобы мы могли сделать персонализированное положение к вашим деткам вот день рождения какие-то мероприятия если он отмечает куда вы какие-то детей у меня есть там дату рождения выставил мы понимаем что это целевая территория которая скорее всего будет интересно учить какие-то мероприятия раз детками связано либо это школы обучение очень актуальна информация и в данный момент когда заходит допустим те же самые какие-то кружки там я не знаю спортивные клубы какие-то мы их вроде как доставляем но конверта такой нет вот если мы будем направлено узнавать что если у вас есть ребенок и поднимать это как-то выше по каждому у них будет клиентов ой приток пользователей к ним больше заходить и соответственно идея у нас будут вырастать все-таки более такие продвинутые интересно допустим 100 ребенка в гимнастику отдать когда я начну школу в гимнастику смотреть много можно запутаться а если используя наши функционалы рассказать преимущества и сразу вот смотрите есть скидка на запись она может быть вам рядом с вашим домом он может быть удобно давайте-ка попробуем позвонить записаться вот вот сразу 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 это просто картинка на самом деле там категории будет больше что вы хотите тоже будет больше это просто макет как чтобы вы понимали как это будет происходить выбор я точно не стал все расписывать в конечном то что может вот и на этом у меня на самом деле все я рассказал о тех идеях которые моей голове как санализированы на первые места которые я бы хотел продвинуть команды хотел провинутом допустим и советом и сергеем обсудить чтобы в дальнейшем взяли работу пока мы немножечко тестируем первые допустим о том какие категории интересные если у вас дети уже скоро запустится через инструмент stories который у нас есть там будет stories помогите сделать лучше помогите ответить на вопросов соберем информацию по поводу того что больше пользователей интересует и готовы они получать дополнительную информацию если они хотят если они скажут да мы хотим мы сразу добавим и прям может завтра там отправить какие-то предложения от компании потому что у нас когда есть доступ к компании который предоставляет повышенность может сразу прямо тестировать дальнейшее вот это вот логику когда мы им отправляем какие-то персонализированные скидки вот и еще раз питомцев нет это будет все это уже есть это называется рубрикатор который автоматический подбор тоже потом потом все будет это я вам хотел передать вот этим вебинаром именно философию который у нас в голове когда мы идем потому что очень часто задается вопрос но вы если у вас дальше видимо развитие видимо развитие у нас есть как мы это что готовим и все думала мы смотрим какие пути найти для решений все это тестирует и вот я хотел это могу даже уверенность придать а потому что и у грязь как сильно развивается какие у него грандиозные идеи есть грандиозные это наверное сильно сказано но в том что улучшение именно для всех сторон и как вот я говорил в самом начале к чему относится идея это как раз вот именно вот эти моменты то есть как сделать так чтобы стало интересней как это сделать так чтобы помогло в продаже наверное вот эти механики как раз и помогут вам легче реализовывать продавать лицензии что пинг смотрел же глазами купил не думал как он там системы лояльности сначала куда вот это я хочу а еще есть вот этот куполь вообще тогда круто это же вообще супер если виде никак и дэс будет взаимодействовать это вселенные ну пока такого пока такого как бы видеть не надо еще понимать что такое это вселенная потому что это сейчас только запускается но в дальнейшем наверное как все будет ответ на какую попробуем это все это вселенная может быть мы будем интегрировать потому что тема интересная все-таки ярко направление будущего вот на этом все я бы хотел сказать спасибо всем кто присутствовал еще раз хочу напомнить что идея это не то что будет завтра это идея у нас в голове в плане развития дальнейшего вот то что будет завтра я уже опозначил до этого который у нас идею были которые мы взяли в работу я надеюсь я очень надеюсь что скоро я выдуму так же скажу вот до этого я говорю про идеи модульности по идее допустим информирование и все уже взяли в работу и скоро эта идея стать идеей перейдем статью разработки все всем хорошего дня не болейте пока пока все всем хорошего дня